Вы смотрите новости на своем в студии Илья Захаров. Здравствуйте. И вот какие темы стали главными сегодня. Еще больше возможностей для ваших школьников. В Михайловск открылся центр цифрового образования. Чему здесь учат, расскажем в сюжете. Что с капитальным ремонтом на Кавминводах и почему, к примеру, такие дома создают очень много сложностей, решают краевые депутаты, а репортаж готовит Вадим Маскаленко. Знаковое событие в аэропорту Минвод. Сегодня встречают двухмиллионного пассажира. Кто же им окажется? Ответ в репортаже Екатерина Сегеда. В одном только Ставрополе больше 200 тысяч квартир, а это значит примерно столько же балконов и лоджий. Исключив площадь этих помещений из общей площади квартиры, можно уменьшить коммунальные платежи. Обо всех тонкостях процедуры мы узнавали в Федеральной кадастровой палате по Старопольскому краю. А начнем с погоды. В середине октября она решила порадовать Ставрополье. Сегодня днем воздух в крае прогрелся аж до 25 градусов при скорости ветра до 10 метров в секунду. Кстати, ветер такой силы называют свежим. Ну а в ближайшие дни температура воздуха порадует жителей края отметкой выше 20 градусов. Осадков не ожидается, но по традиции снова ветер. На этот раз умеренный до 7 метров в секунду. Ночная температура по краю 16 и 17 октября будет прохладнее. Всего 7-9 градусов. Не упустите золотые осенние денечки. Молодежный форум «Машук» в следующем году пройдет в три смены и расширит географию участников. О его развитии говорили сегодня на совещании в Пятигорске, которое провел полпредпрезидента ВСКФО Александр Матовников. Участие в нем принял губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Полпред отметил весомый вклад нашего края в проведение форума. По его мнению, готовиться к «Машуку» 2020 года нужно начинать уже в январе. Александр Матовников предложил и дальше проводить форум в три смены. Глава Ставрополья Владимир Владимиров поддержал эту инициативу. Власти края продолжат улучшать условия в лагере, где живут форумчане. В планах газифицировать верхнюю территорию площадки «Машука» и построить новые места общего пользования. Напомним, форум проходил в этом году в 10-й юбилейный раз. Впервые были привлечены более 30 работодателей, а лучшие участники получили возможность стажироваться на предприятиях. На Ставрополье теперь будут воспитывать нобелевских лауреатов. И площадка для этого есть. В Михайловске официально заработал Центр цифрового образования «АйТи Куб». Он открылся на базе детского технопарка «Кванториум» и занял целый этаж. Чему там будут учить? Джамиля Ибрагимова пожалела, что не подходит по возрасту. Эти мальчики в свои неполные 13 лет в игрушки не играют. А из деталей конструктора сейчас соорудят не домик, не машинку, а мобильную платформу. Семиклассник Коля признается, из лего можно сотворить все, что угодно, если знать простейшую механику и азы программирования. Я смотрю на картинку, которая вот тут на экране, и собираю. Коля уже три года занимается «Кванториуме», но «АйТи Куб» – это принципиально новое слово. Тут простора больше именно тем, кому интересно программирование. А мальчик этим едва ли не живет. Тут материально-техническая база намного лучше, потому что вот тут не только 23-е конструкторы, но и уже утяжеленные, усиленные. В робоквантуме этого нет. АйТи-технологии – это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Это теперь попробуют доказать педагоги Центра. Здесь мальчики и девочки с 12 лет учатся навыкам АйТи, разрабатывают приложения, занимаются системным администрированием. Всего шесть образовательных программ, которые подобны шести граням в кубе. Отсюда такое название. А в этом зале дети развивают внутреннего программиста и дизайнера. Например, в специальной программе они создают дом своей мечты. Обустраивают здесь столы, диваны и, например, картины. А потом идут, надевают шлем виртуальной реальности и все бродят по своему идеальному миру. В просторных аудиториях уже есть оборудование, без которого невозможно развиваться. А если что-то непонятно, помогут преподаватели. Самое главное – отличие от всех остальных направлений – практика ориентированность. И это практика ориентированность с сегодняшнего дня. Образование, как правило, отстает. А вот в этом направлении не отстает. Это сегодняшний день. С учениками IT-куба пообщался и губернатор Владимир Владимиров. Прошелся по аудиториям, оценил первые результаты. В разговоре с детьми глава края признался, что мечтает воспитать на Ставрополе нобелевских лауреатов. И у школьников в этих классах есть все шансы. Это те компетенции будущего, которые нужны нашей стране, нужны нашим детям, ну, конечно, нужны нашему краю. Поэтому все это направлено только на одно – чтобы в будущем поколение Ставрополя, поколение Российской Федерации было конкурентным не только в рамках города, края и страны. Это мировая конкуренция. Ставрополье вошло в число 20 регионов, где такие IT-кубы будут работать. Кроме того, в этом году в крае открылись 70 центров образования «Точка роста». Таланта у нас в регионе голодать не дадут. Это значит, что в скором будущем стоит ожидать новых креативных специалистов, которые придут в мир со своими идеями и решениями. Джамиля Еврагимова, Константин Шеляпин, Ставропольское телевидение. А депутаты Краевой Думы отправились на Кавминводы, но не для отдыха, а чтобы проверить, как продвигается капитальный ремонт домов. Оказалось, не везде гладко. В Есентуках, к примеру, в некоторых домах вместо срочного ремонта труб решили обновить фасад. А в Железноводске есть дом, который невозможно отремонтировать за деньги фонда. Что будет с этими зданиями, Вадим Маскаленко выслушал мнение депутатов. Есентуки, общежитие по улице Энгельса. Люди, которые живут здесь, рискуют остаться без тепла зимой. Воду грели все лето. Дело в том, что трубы пришли в негодность. И в ближайшее время тазики и кастрюли далеко убирать точно не придется. С июня месяца греем воду вот так вот. Сейчас на дворе октябрь. Отопления нет, горячей воды нет. Депутаты уверены, что дом в коммунальный кризис загнали местные чиновники. А получилось так. Когда планировали, какой здесь нужен капремонт, почему-то забыли про канализацию. Она уже не первый год дает сбои. Все стекает в подвал, где уже полноценное зловонное болото. Из-за этого же как раз таки невозможно починить трубы в подвале, чтобы снабжать дом теплом. Вместо нужных работ решили зачем-то заменить проводку и фасад. А ведь с этим, уверены депутаты, можно было и повременить. Сидите здесь, свои ошибки не хотите признавать. Да и за вас все. Надо было подвал запланировать в капремонт, включить и все. Он запланирован. И ХВС, и теплошение в этом году запланировано. Вы сначала дали тарелку и ложку, а супа мы нальем вам через неделю. Свои сложности есть и в Железноводске. Это еще одна точка визита краевых депутатов. Всем вместе нужно подумать над тем, как обновить этот небольшой дом, который все же многоквартирный. Этот дом по улице Ленина, как пример, очень серьезные проблемы. Квартир мало, не больше десяти. Соответственно, сборы на капремонт тоже небольшие. А дел по капитальному ремонту очень много. Как у полноценной многоэтажки. И крыши, и фасад, и коммуникации. За 30 лет местные жильцы не соберут и миллиона, а нужно больше трех. А это значит, говорят депутаты, что деньги на подобные дома придется искать из других источников. Будь то городской, краевой бюджеты или пожертвования. А еще нужно наладить и взаимодействие, чтобы местные власти и представители фонда капремонта слышали и слушали пожелания жильцов дома, когда планируют работы. Мы приехали сюда не для того, чтобы похлопать в ладоши и сказать, как у нас все хорошо и замечательно. Это абсолютно рабочая поездка. Мы хотим увидеть и плюсы, и минусы от того, как работает фонд капитального ремонта. В целом же на Кавминводах уже есть, что посмотреть из обновленного жилья. КМВ – это, по сути, половина Старопольского края. Вот программа вся, которая сегодня мы делаем, вот 1030 домов, да, ну там 1037, если точно, то половина делается в Кавказских минеральных водах. Конечно, масштабность налицо, да, вот мы сегодня тоже с вами проезжали, мы видели уже дома отремонтированные, красивые, красочные, яркие. Так что в крае продолжают совершенствовать программу капремонта, чтобы все проходило быстро и качественно, а результат оставался долговечным. Рассматривали трубы, фасады и крыши. Вадим Москаленко и Владимир Ходорев. Старопольское телевидение на Кавминводах. И еще о событиях на КМВ. В аэропорту Минеральных вод – двойной праздник. Во-первых, там узнали имя счастливчика, который стал двухмиллионным пассажиром. А во-вторых, открыли постамент с бюстом Михаила Лермонтова. Дело в том, что 15 октября – день рождения великого поэта. Тему продолжит Екатерина Сегида. С минуты на минуту произойдет ключевое событие сегодняшнего дня. Подсчет пассажиров в аэропорту Минвод ведется в режиме реального времени. И все эти люди, которые ждут своего вылета, в замительном ожидании. Ведь кто-то из них является тем самым двухмиллионным. И вот он, долгожданный момент. Молодая семья подходит к стойке регистрации. И вдруг... Именно вы продолжаете работать на радио двухмиллионного пассажира. А дальше все как в кино. Фанфары, конфетти, цветы, подарки. И вот ты уже не просто пассажир, а юбилейный, да еще и двухмиллионный. Эмоции переполняют. Я просто в шоке. Я еще не понимаю до конца, что происходит, потому что вы просто зашли на регистрацию. Теперь эту поездку к родственникам на Ставрополье Анастасия с мужем Алексеем и маленькой дочкой Варварой не забудут никогда. Они прилетали сюда из далекого Иркутска. И после таких теплых проводов решили. Этот визит был первым, но точно не последним. После таких событий планируете вернуться сюда? Думаю, да. Вот теперь есть с чем возвращаться. На память юбиляру вручили поздравительный адрес, сертификат на 5000 миль от одной из авиакомпаний, что равно 5000 рублей, а также электронную книгу. В ней наверняка найдется место для произведений великого классика Михаила Юрьевича Лермонтова. К слову, его именем назван сам аэропорт. А 15 октября, в день рождения великого поэта, в воздушной гавани еще и торжественно открыли постамент с бюстом писателя. Открытие бюста Михаила Юрьевича Лермонтова. Праздничную атмосферу в этот день поддерживали и сами пассажиры. Они читали стихи поэта и получали за это памятные призы. Кстати, повышенное внимание к Минераловодскому аэропорту не может не радовать. Пассажиропоток здесь растет с каждым годом. И по сравнению с 2018-м, двухмиллионного пассажира определили намного раньше. На самом деле, 2019 год может быть рекордным. Мы готовы показать самый максимальный результат за последние десятилетия. Ориентировочно он будет в районе трех миллионов пассажиров, точно за выше двух с половиной. К такой амбициозной цели в крае идут планомерно. Активно развивают инфраструктуру аэропорта, обновили терминал прилета, планируют увеличить зал вылета, а также занимаются расширением географии полетов. Ну а прониклись атмосферой творчества и порадовались за юбиляра. Екатерина Сегеда и Антон Красов, Ставропольское телевидение. И о происшествиях. Житель Железноводска взял в аренду автомобиль и не вернул его владельцу. А решил подзаработать и сдать автомобиль в пункт приема металла. В итоге мужчина выручил 16 тысяч рублей. Еще раз выручил 16 тысяч рублей, при том, что ущерб владельцу составил 120 тысяч. Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело. Другие происшествия в оперативной сводке. Вопиющий акт вандализма. Жительница Красногвардейского района испортила фотографии на Аллее Славы. Все действие попало на записи камеры наблюдения. На кадрах видно, девушка идет от одного щита к другому, прокалывает глаза и царапает изображение. По данному факту проводится проверка. Украл черное золото. Житель соседней республики выкачал 4,5 тонны нефтепродуктов из нескольких скважин. Они принадлежали специализированной компании в нефтекумском округе. Ночью злоумышленника с полной автоцистерной задержали правоохранители. В отделе полиции мужчина признался, нефть собирался продать за пределами Ставрополья, а цистерну замаскировать арбузами. Точку в этом деле поставит нефтекумский районный суд. Отдала мошенникам 340 тысяч рублей. Жительница Пятигорска позвонил неизвестной и убедил ее проследовать к ближайшему банкомату и провести ряд манипуляций. Женщина все покорно исполнила. В итоге, получив доступ к банковским счетам жертвы, аферист перевел на свои счета 340 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 6 лет тюрьмы и штраф. Всадник с марихуаной. Полицейские Арсгирского района ночью заметили в поле мужчину на коне. У сотрудников появилось подозрение, что он в наркотическом опьянении. Позднее медосвидетельствование подтвердило это. Также при нем был пакет с марихуаной, общим весом порядка 700 граммов. Все это 50-летний скакун хранил для себя. Теперь ответит по закону. Вы смотрите новости на своем. Не переключайтесь. Дальше еще интереснее. В одном только Ставрополе больше 200 тысяч квартир. А это значит примерно столько же балконов и лоджий. Исключив площадь этих помещений из общей площади квартиры, можно уменьшить коммунальные платежи. Обо всех тонкостях процедуры мы узнавали в Федеральной кадастровой палате по Старопольскому краю. Я буду с ребенком 3 года. Хорошо, спасибо, что ты приедешь. Приедет ли за маленьким пассажиром такси с детским креслом? Проводим совместный эксперимент с инспекторами ГИБДД. Старопольский Виктор узнал соперника по Европейскому кубку вызова. Новости спорта. Десятый юбилейный международный литературный форум «Золотой Витязь» сегодня открывается в Пятигорске. Он посвящен 220-летию со дня рождения Александра Пушкина. На форуме работает мой коллега Антон Киевский. Он готов рассказать о первых впечатлениях от «Золотого Витязя». Антон, мы ждем подробностей. Сегодня в Пятигорске в рамках 10-го юбилейного славянского форума искусств начинает свою работу также 10-й юбилейный международный славянский литературный форум «Золотой Витязь». Уже традиционно на форум приезжает очень много артистов театра и кино. Приезжает много известных писателей и поэтов. Все они три дня в рамках форума будут встречаться с жителями нашего края, проводить круглые столы, творческие встречи. В общем, беседовать, говорить о своих каких-то проблемах и радостях в том числе. Кроме того, на сам конкурс поступило 302 литературные работы из России и из стран дальнего и ближнего зарубежья. К участию в конкурсе допущено 167 работ, из них 90 попали в так называемый короткий список жюри. Что ж, форум начинает свою работу. Мы будем следить и рассказывать вам о том, как он проходит. Спасибо, Антон. А я напомню, что после выпуска новостей на своем ТВ продолжение трансляции из Пятигорска с церемонией открытия литературного форума «Золотое Витязь». К другим темам. Исключить балкон из общей площади квартиры, не переплачивать за услуги ЖКХ и налог на имущество. Федеральная кадастровая палата края проводит информационную кампанию, которая позволит жителям многоэтажек уменьшить размер коммуналки, а заодно обновить данные о своей недвижимости в едином госреестре. Ирина Ивановская узнала, как можно сэкономить на квадратных метрах. Ставропольчанка Елена всегда жила в квартирах с балконом или лоджией. И, как большинство, чаще всего хранила на них вещи. Сейчас за балконной дверью расположился целый автопарк сына. Скейты, самокат, велосипед. Недавно женщина узнала, что это помещение может повлиять на семейный бюджет. Балконные лоджии часто входят в состав квартиры и занимают до 11% квадратных метров. Однако, согласно жилищному кодексу, балконы и лоджии не должны входить в общую площадь квартиры. А значит, есть законный способ уменьшить сумму коммунальных платежей. И правда, часть платежей за услуги ЖКХ зависит от общей площади квартиры. Это, к примеру, взносы на капремонт, содержание жилого помещения и плата за отопление, если не установлен индивидуальный счетчик. Застеклили мы его совсем недавно. А сейчас я еще узнаю, что, оказывается, возможно, его площадь была всегда включена в площадь квартиры, за которую, естественно, мы всегда платим коммунальные платежи, налоги. Мы все платим из этой общей площади. Уменьшить траты Ставропольцам позволит специальная компания от кадастровой палаты региона «Убери балкон, сократи расходы на коммунальные услуги». Ее цель проста. Помочь жителям Ставропольского края установить справедливую стоимость жилищно-коммунальных услуг и налога на недвижимость. То есть, если по закону человек не должен за это платить, ну, неправильно, если это происходит. Сейчас только в Ставрополе больше 200 тысяч квартир, данные о которых попали в общую базу единого госреестра либо при технической инвентаризации, то есть на основе данных БТИ, либо при регистрации прав собственности. А значит, часть собственников до сих пор платит за свои помещения больше, чем нужно. Речь идет о тех помещениях, которые до 2006 года были проинвентаризированы, то есть и созданы были до того времени, когда действовали старые правила технической инвентаризации. И тогда эта площадь, она включалась в общую площадь помещений. На настройке, понятно, там эта площадь изначально не учитывается, потому что они вводятся в эксплуатацию в соответствии с жилищным градостроительным кодексом, которые действуют на текущий момент времени и не подразумевают включение балконов в общую площадь. Проверить и в случае необходимости исключить площадь балконов, лоджий, террас и веранд из общей площади можно в Росреестре, самостоятельно сравнив данные в ЕГРН с информацией в технической документации или с помощью кадастровой палаты. Второе, не потребует усилий со стороны собственника, но услуга платная. Думаю, жильцы такого же дома, таких же домов, у которых отопление общее, мы за него действительно платим зимой достаточно приличные суммы. И, конечно же, любые там 3-6 квадратов, если у кого-то может быть 2 лоджии, 2 балкона, это все вычтется, естественно, это будет экономия, я считаю, значимая для семейного бюджета. К слову, на сэкономленную таким образом сумму Елена думает обновить или пополнить парк мальчишеской колесной техники. А пока просматривали документы и измеряли балконы. Ирина Ивановская и Иван Шаталов, Ставропольское телевидение. На Ставрополье сейчас проходит неделя безопасности «Пристегни себя и ребенка». И вот карта самых недисциплинированных городов края. Чаще всего ремнями безопасности не пользуются в Ставрополе, Пятигорске и Георгиевске. А вот в каких городах чаще всего не пристегивают детей, это тоже краевой центр и столица СКФО. Кстати, напомню, что штраф за непристегнутый ремень безопасности – 1000 рублей, а вот за непристегнутого ребенка уже 3000. Кстати, в крае сейчас проходит еще одна акция – ребенок в такси. Сотрудники полиции проверяют машины на наличие детских автокресел. Соответствует ли такси необходимым требованиям, расскажет Виктория Шкальная. – Добрый день. Девушка, можно такси? Город Михайловск, улица Пушкина, 30. – Пушкина номер дома еще раз подскажите? – 30. – 30. – 30. Отправляем. – Я буду с ребенком три года. – Хорошо, спасибо, что тебе приедет. Вот так переодетый сотрудник полиции вызывает такси и уточняет – буду с ребенком. Однако операторы на этот факт не обращают внимания. Машина приезжает без детского автокресла. – А ребенка со скольки лет можно возить? – Ты что за юмор, я не понял. – А это не юмор. Мы когда вызывали, просили автомобиль и предупредили, что у нас будет ребенок трехлетнего возраста. Вы сейчас как водитель соглашаетесь нас везти без автокресла, только пристегнувшись с ремнем безопасности. – Нам диспетчер сказал, что машина будет с креслом. А как же вы приехали без кресла? Но внятного ответа от таксиста мы так и не получили. Остальные водители, когда замечали полицейские патрульные машины, от заказа отказывались. – Здравствуйте, такси? – Кресло. – Я на заказ. – Мы на заказ. – Какой заказ? – Ну мы вызывали такси. – Нет, я не сюда. – А куда вы, на какой вы адрес едете? – Я еду в районе 55 дробь 1, 11 туда еду. – Ну а у нас смс пришла с вашим номером телефона. С нарушителями в служебных автомобилях полицейские проводят профилактические беседы. Просят обязательно купить детские каркасные автокресла. Кстати, из пяти вызванных нами машин только одна приехала с необходимым удерживающим устройством. – Вы нас довезете? – Спасибо. – Да. – Ты единственный водитель, который приехал с автокреслом, да? – Да. – Поехали. – Да. Подобные профилактические рейды на Ставрополье проводятся сотрудниками полиции не реже двух раз в месяц. Их цель – добиться сокращения аварийных случаев с детьми на дорогах. – Рейдовое мероприятие под названием «Ребенок в такси». Цель данного мероприятия было снижение детского дорожного транспорта травматизма. Также проверить, как перевозчики соблюдают право дорожного движения при вызове такси, когда оказывается, что будет перевозка с участием ребенка в возрасте до 7 лет. Часто именно автокресла спасают детские жизни во время аварий. Поэтому их наличие не только в личных автомобилях, но и в такси обязательно. А за соблюдением правил следили Виктория Шкальная и Антон Красов. Ставропольское телевидение. Впереди у нас новости спорта. Сегодня их можно назвать новостями ручного мяча. О них, как обычно, Сергей Надеян. Привет. Моновыпуск. Моновыпуск о гонболе, но новость европейского масштаба. Спортивный моновыпуск. Спортивный моновыпуск. Давай. Сегодня в Швейцарии состоялась жеребьевка. 11-16 финала Европейского Кубка Вызова. На этом раунде будет выступать гонбольный клуб «Виктор» из города Ставрополя. Так вот, «Виктор» попал во вторую корзину. А в первой были клубы посерьезнее. И вполне возможно, что «Виктору» мог достаться, допустим, греческий «Аек» или португальска «Мадейра», которые выбивали нашу команду в 1-4 финала предыдущих розыгрышей Европейского Кубка Вызова. А может быть, могла попасться и питерская «Ниваз», которые играли буквально на прошлой неделе. Ну а сейчас давайте посмотрим, кого в сопернике «Виктору» определил жеребий. Словакия. Повашка Быстрица. Повашка Быстрица уже играла с российскими командами. Кстати, в прошлом сезоне с той самой «Университет Нева» из Санкт-Петербурга. И в гостях «Университет Нева» победил с разницей 9 мячей, а дома с разницей всего в один мяч. Но команда серьезная. И о том, что думают викторианцы о будущем сопернике, мы решили узнать, позвонив капитану команды Антону Заболоцкому. Привет, Антон! Добрый день! Смотрел жеребьевку? Да, конечно, смотрел. Ну и как тебе результат? Ну, результат вполне нормальный, потому что могли попасться более сильные и серьезные соперники. Член «ШКАП» в этом году отличается, мне кажется, кардинально от прошлогодних. Встречается очень много сильных соперников. Слушай, а не хотелось бы, чтобы попалась команда, которой вы уже проигрывали, чтобы отомстить? Да, конечно, и с «Сайком» бы хотелось бы, но уже в финале. Да, хотя, в принципе, без разницы уже на каком этапе, но надо отомстить. Мы, конечно, не мстительный народ, но обиды все-таки есть. Я так понимаю, что готовиться к игре вы будете уже после матчей со «Спартаком» и чеховскими «Медведями», правильно? Да, да. Я думаю, что так и будет. Сначала нужно в первую очередь сыграть внутренний чемпионат. Это очень важные игры, что со «Спартаком», что с чеховскими «Медведями». Да, в принципе, и «Динамо», «Челябинск», если вспомнить прошлый сезон, нам не с первого раза далось. Так что нужно сначала отыграть чемпионат, а потом уже думать о Еврокубках. Ну что ж, спасибо большое, Антон, и удачи вам в играх. Спасибо, спасибо большое. Да, пока. Вот это все новости к этой минуте, поэтому передаю тебе слово. Коротко, зато все понятно. Спасибо большое, болеем за наших гандболистов. Кстати, хоть раз бы съездил в Буденновск для того, чтобы поболеть живьем. Несколько раз был в Буденновске, но по другим поводам. Обещаю исправиться. Да, ты сброшу. Хорошо, спасибо. Ну а у нас напоследок минутка мелоты. Ничего необычного, это просто гигантский хомяк в троллейбусе Краевого центра. Едет себе по своим делам. Оказалось, что это промоутер одного из магазинов добирался на работу в костюме, ну а попутно вызвал улыбку у всех пассажиров. Кстати, интересно, взяли ли с хомяка плату за проезд? Уверен, в правилах перевозки ни слова о грызунах. У меня на этом вся информация. Еще больше новостей региона на сайте stv24.tv, а также в официальных сообществах СВОЁТВ, социальных сетей. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова